Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и знаете почему более 32 тысяч человек уже подписались на мой канал? Потому что еще не стартовало игровое событие, а я уже снимаю для вас специально честный обзор на новый танк, которого пока еще нет в игре на момент съемок. И вы увидите это видео буквально через минуту-две после того, как стартанет новое событие ивент Дюна 2. Так что касается вот этой вот машины и многих других, на все тачки, которые появляются в игре, у меня выходят обзоры буквально через пару минут после того, как они официально в игре появляются. На все ивенты я снимаю обзоры и пояснения, как их проходить. Я открываю вместе с вами контейнеры и крючу все рулетки для того, чтобы показать реальные шансы выпадения чего-либо из чего-либо. Поэтому если вы хотите быть всегда в курсе всего нового и быть оперативно вооружены информацией, подписывайтесь на канал прямо сейчас. А еще у меня к вам есть вопрос. Хотите себе граунд танк абсолютно бесплатно? Тогда специально для вас розыгрыш именно под этим видео. Что необходимо сделать? Досмотреть данное видео до конца, поставить лайк данному видео, подписаться на канал и написать комментарий, в котором написать свое мнение по поводу двух вещей. Ну, во-первых, по поводу самого граунд танка, ну а во-вторых, высказать свое мнение по поводу нового стиля моих превью. Подписывайтесь на канал, обязательно пишите комментарии, только пожалуйста, в комментарии своем обязательно укажите свой игровой никнейм и ID на Евросервере, для того, чтобы я, в случае если победите именно вы, смог начислить вам ваш граунд танк. И еще стоит отметить, все розыгрыши проходят исключительно на прямых трансляциях, поэтому посещайте мои прямые трансляции и смотрите в прямом эфире, как я определяю победителя. Я не выбираю победителя самостоятельно, за это меня могли бы порицать, типа отдаю своим. Я провожу розыгрыши исключительно с помощью отдельной программы, которая рандомно выбирает кого-то из зрителей, которые оставляли комментарии. Ну а плюс к тому, на самой прямой трансляции мы тоже проводим всегда розыгрыши и на этой прямой трансляции, которая состоится сегодня вечером, этот розыгрыш тоже будет. И поверьте мне, за приз, который там будет разыгрываться, многие отдали бы два больших пальца. Ну что, ребят, давайте граунд танк осматривать, ну а вы пока делайте то, что я вам посоветовал, если хотите получить халявку. Что касается танка, танк уникальный, такой же, как лесная ведьма, такой же, как могильщик, то есть этого танка в игре нет похожего, да, то есть нет машины, с которой срисовали, и именно в этом первая уникальность машины. Что касается ТТХ по орудию, здесь время сведения 4,5, вроде бы должно быть дискомфортно, но в целом в бою достаточно. Что касается разброса, очень даже приемлемое, а само орудие довольно точное. ДПМ, я бы сказал, очень низкий, как для такого граунд танка, все-таки хотелось бы, чтобы было больше. Все из-за того, что практически 14 секунд перезарядки с установленным досылателем и 440 единиц альфы. Когда ты смотришь на это орудие, ты для себя понимаешь, что оно должно выдавать, ну, прям что-то ошеломляющее и сносить половину лица сопернику сразу. Поэтому я считаю, что разработчики должны были данную пушку наделить дополнительными, там, не знаю, полторы или двумя секундами времени перезарядки, но дать ему альфу хотя бы в 550, ну, так, чтобы выехал, дал один раз в рыло. Ну, и все понимали, кто все-таки король в этом бою. Что касается угла склонения орудия вниз, то минус 9, это действительно крайне комфортно в боях. Что касается бронирования, машина крайне классно забронирована. Основная серая зона, которая действительно серая для всех, это вот этот вот пятак между гуслями. Короче говоря, можно сказать, его нижний бронелист, если его можно так называть. И он действительно очень легко выцеливается, если вы стоите вот так вот упрямо в прямой проекции. Если вы становитесь как-нибудь вот так вот, то оголяется вот эта зона, которая тоже является серой. Но если вы делаете постоянно вот так вот, немножечко, но все-таки не показывая свой нижний бронелист, и при этом всем башню держите прямо к вашему сопернику, а не поворачивая ее вот так, чтобы здесь тоже не было серой зоны внутри самой башни, то, поверьте, пробить его действительно очень сложно. Что касается бортов и кормы, понятное дело пробивается, хотя и по бортам здесь присутствует довольно неплохая броня. Если вы хотите посмотреть более точный зацен брони в стиле тренировочной комнаты, то я в описании к данному видео положил ссылочку на очень короткое видео, в котором есть данный обзорчик по броне в тренировочной комнате. Ну а я в своих видео все пытаюсь сделать с первого дубля, и поэтому не буду сейчас вставлять какие-то вставки в отношении зацена в тренировочной комнате и так далее. Все-таки у меня честные обзоры, а не нарезки. Что же касается играбельности машины, то существенно быстрее, нежели маус, с которым его сравнивают, но в отношении поворотливости на месте действительно играется сложновато. Ну что, ребят, давайте поехали, попытаемся машину потестить в первом попавшемся бою. Первое, что необходимо мне сделать, это убедиться в том, что мы попадем в обычный бой, а не в какой-нибудь там Мэтт Геймс, ну и, соответственно, нажать на клавишу в бой. Ну что, ребят, поехали. И, честно говоря, к таким вот сообщениям, как что за танк, где взял, и вот такие вот отвлекания некоторых из союзников в бою на данную машину, в принципе, для меня уже стали привычными. Также стоит отметить, что благодаря уникальности данной машины, как-то получается так, что во всех боях, в которых я участвую, вся команда соперника постоянно фокусится именно на мне и пытается разобрать именно меня. Я не знаю, в чем прикол, не понимаю, почему именно так, но в любом случае стоит понимать, что в первое время весь натиск команды соперника будет сконцентрирован именно на вас, если вы обзаведетесь данной машиной. Что касается подвижности. Подвижность, в принципе, для таких размеров и для такого уровня бронирования очень крутая. Что действительно есть из минусов. Из минусов это маневренность машины в отношении разворота на месте. Действительно, очень туго разворачивается, но в целом к этому можно привыкнуть. То есть сказать, что это прям совсем ахиллесово пита данного танка я не могу. Просто требуется сноровка. Что касается возможностей орудия. Мне бы хотелось, как я уже говорил, чтобы альфа здесь была где-то в районе 500. Вот если в районе 500 альфа была бы здесь, особенно 550, тогда вот этот вот огромный ствол, он действительно оправдывал бы, простите, заговариваюсь, оправдывал бы свои размеры. Ну и, соответственно, выезжая на вот такого товарища, как Type 57, за один выстрел я бы накидывал ему либо четверть его хп, либо я бы забирал его в ангар. Ну а так получается не очень, не очень хорошо. Что касается бронирования. Как я говорил, если правильно становиться ромбом и плюс к тому не стоять на месте, как вкопанный баран, то в целом можно танковать и довольно-таки неплохо. Мне лично нравится. Что касается скорости поворота башни. Очень приятно, очень удобно. Нет необходимости постоянно доворачивать корпусом. Короче говоря, танк получился, ну, вполне себе даже комфортным. Что касается, ребят, настрела на данной машине. Учитывая время перезарядки и, как мне кажется, и как я уже говорил один раз, а может и несколько раз, недостаток все-таки альфы за выстрел, то в целом я бы сказал, что эта тачка не будет позволять вам, ну, прям какие-то крутые результаты давать по настрелу прям в каждом бою. У меня были бои, в которых я наносил менее 2000 урона и были бои, в которых я вывозил более 3500 урона. Чем отличались эти бои и почему такая существенная разница и, я бы сказал, такой существенный разрыв по количеству урона за бой. Все зависит от того, насколько команда соперников, как я говорил в начале боя, сконцентрировалась именно на вас. Если команда соперника на вас не сконцентрировалась и просто играет, то есть рассредоточилась по карте и работает не только по вам, но и по вашим союзникам, то тогда у вас есть больше времени и больше возможностей на то, чтобы урон набрасывать. Если же все-таки сконцентрировались на вас и, понятное дело, что на вас там навалилось трое или четверо соперников, которые вас при этом еще и окружили и начинают со всех сторон вас метелить, как алкаши друг друга где-нибудь в подворотне ногами по лицу, то, понятное дело, что чего-то там великолепного за бой вы сделать просто физически не успеете. Что касается орудия в отношении точности, в целом пушка показывает себя довольно неплохо, да, порой, как обычно, вроде бы и попасть должен, но на удивление ты промахнулся, а бывает такое, что наоборот. Ты вполне себе спокойно, без полного сведения закидываешь урон и, я бы сказал, делаешь это на удивление часто. Что касается возможностей машины в продавливании какого-то направления, то в большинстве своем как нефиг делать. Главное, чтобы когда ты это направление продавливаешь, ты был не один, ну и, соответственно, чтобы ты не встретил там, ну, прям всю команду. Ну, вот как сейчас, видите, по Химере у меня не получилось попасть прям сразу. Ну, а чуть-чуть досвидись я, не поторопись и, в принципе, вполне спокойно еще и Химеру отправил бы отдыхать. В целом, ребят, могу сказать следующее. Машина действительно получилась стоящая в отношении, в первую очередь, своей уникальности. И получить данную машину вы сможете только сейчас, только в процессе данного ивента. Дело в том, что соглашение с компанией, которая владеет правами интеллектуальной собственности в отношении коллаборации, предусматривает собой единоразовое выставление всего, что касается Дюны 2. То есть, как танк, так и аватары и все остальное, что можно из игрового события получить, вы сможете получить только в пределах времени игрового события. Что же касается получения этого всего в дальнейшем, то разработчики, ну, по крайней мере, мне четко написали по поводу того, что нет ГСН. В дальнейшем игроки не смогут получить себе никакие игровые ценности, никакие артефакты в будущем по завершению данного ивента. То же самое касается и самого Граунд Танка. Дело в том, что Граунд Танк это машина, которая приурочена именно к коллаборации Дюна 2. И, соответственно, в будущем данную машину вы не сможете получить ни из контейнеров, ни на продажу. Она выставляться не будет, как за реальные деньги, так и за голду. Поэтому, если вдруг вы хотите себе данную тачку, то у вас есть два варианта. Первое. Либо задонатить для того, чтобы ее получить. Но, либо второй вариант. Прийти ко мне на прямую трансляцию и поучаствовать в розыгрыше. И, для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше параллельно, не только на прямой трансляции, но и вообще, то вам необходимо написать комментарий. Ну, а как это сделать и что необходимо требуется, я говорил в начале видео. Вот такой вот Граунд Танк. И я безумно себе его хочу. Я его заберу. Я уже однозначно знаю, что я буду покупать себе дополнительный пропуск. Я его так буду называть. Для того, чтобы добраться дальше 25 уровня и все-таки данный танк поставить себе в коллекцию. Потому что вероятность получения машины в будущем отсутствует полностью. Ну и, соответственно, это единственная моя возможность, как коллекционера, данный танк себе заиметь. Я пошел снимать специально для вас следующее видео. А вам, друзья мои, искренне желаю подписаться на мой канал, для того, чтобы быть всегда в курсе новостей. Ну и, конечно же, мира и спокойствия. Мира вам, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok